Добрый день, дорогие мои друзья и зрители! Сегодня хочу поделиться своей технологией нанесения краски на волосы. Вот, у меня своя технология, и мне нравится, какой цвет волос получается. А краска хной сегодня будет производиться мной. Вот сегодня ровно месяц прошло с тех пор, как я последний раз окрашивала волосы хной. Надо было, конечно, чуть раньше бы красить, но раз в месяц я проделываю эту процедуру. Вот так сейчас выглядят мои корешки отросшие. Но седину закрашивает это средство великолепно. Покупаю хну. Очень нравится индийская хна, но, к сожалению, сейчас у меня нет. Жду, когда выставка индийская приедет. Я там покупаю килограммовую упаковку, и почти на год мне хватает. Вот сейчас у нас иранская. Чем мне она не нравится? Здесь очень грубый помол, а в индийской как крем получается. Взяла кофе. Вот такой кофе молотый, жареный, который надо заваривать. Вот. Взяла такое количество водички. Доведу его до кипения. Залью кофе, доведу до кипения и дам постоять немножечко. Забыла сказать. Четыре чайные ложки кофе я взяла. Вот я его заварила и настоялась она у меня хорошо. Процеживаю через мелкое ситечко. Хотя, в принципе, можно и не процеживать, кто... Это тоже полезное кофе для головы. Так. Вот такое количество кофе у меня получилось. Теперь берем пластиковую... Весы в данном случае не нужны, потому что у меня половина пачки. Вот. Половина пачки. 62 грамма обеихну. А вообще я по весам делаю. Так. Теперь выливаем. Но я выливаю не до конца, потому что по консистенции нужно будет смотреть. Высыпаем и размешиваем. Чтобы не было комочков, тщательно нужно размешать. По консистенции это должно быть такое густоватая масса. Такая. Вот таким образом. Сейчас оно у меня постоит. А в это время я сполосну голову. Голову специально для окрашивания не мою. Вот какие есть волосы, такие есть. Пишут, что надо на грязные, не мытые. Да я по-разному делала. И на свежепомытые. Одинаковый эффект получается. Даже вот я бы сказала, жидковато сегодня. Но ничего. Значит, идем споласкивать голову. Вытираем полотенцем. Одеваем перчатки на руки. И просто руками я накладываю на голову. Конечно, этот процесс я показывать не буду. Просто руками наношу, размазываю сначала на корни, а потом по всей поверхности головы. Одеваем шапочку для душа. Укутываем голову шапкой шерстяной. И я держу 3 часа такой компресс на голове. Не забудьте одеть перчатки. Я вот покупаю такие упаковочку в метро. Получается экономично. Но что я делаю? Поскольку здесь вот так они мне свободны, я одеваю резиночку. Вот так. И ручки у меня остаются чистенькими. Процесс окрашивания закончила. Волосы смыла. Помыла. Беру вот это средство. Гарниер фрукти. Здоровые кончики. Сыворотка. Очень нравится. Всем рекомендую. Поскольку сейчас было окрашивание, я сделаю 2 впрыскивания. Волосы не жирнят совершенно. Теперь вот так. И наносим. Вот так стараемся на кончики. Ну и распределяем. И повыше немножечко. Вот таким образом. Все-таки окрашивание все равно вредит волосам. Хоть и натуральная хна. Вот так я делаю после каждого мытья головы. Волосы у меня очень сухие. И нуждаются в таком уходе. Расчесываются великолепно после этого. Прошло 3 часа. Краску смыла. Намазала сыворотку. Подсушила феном. Хотя феном я не сушу вообще. И вот так сейчас у меня выглядит окрашивание. Но через 3 дня краска станет еще ярче и красивее. Ну вот я снова молодая и красивая. Хоть и не накрашенная. Но волосы покрасила. Так что надо следить за собой. Раз в месяц не так уж сложно покрасить волосы. Всем всего доброго, успехов по жизни, счастья, здоровья, любви. Пока-пока.